Добрый день! Ну, Клим Саныч, конечно, немножко меня перехвалил. Я так, скажем, погулять вышел. Есть люди более знающие, чем я. Ну, вот, допустим... Ну, мало, да. Ну, скажем так, я один из немногих, да? Пусть будет так. Вот, и тема, которую я хотел бы с вами сегодня о ней поговорить. И, опять же, большое спасибо Клим Санычу, что он дал мне такую возможность выступить с ней. Вот, тема это рождение государства современного типа у нас в нашей стране, в матушке России. Действительно, тема очень интересная, тема оригинальная. И я бы сказал даже так. Вроде бы казалось, все мы знаем о том, что такое централизованное государство, как оно возникло, как оно развивалось, что оно из себя представляет, и так далее, и так далее, и так далее. Со школьной скаминой нам об этом рассказывают постоянно, говорят много чего интересного. Вот, но если мы с вами обратимся к данной теме и попытаемся подойти к ней, скажем так, немножко с необычной стороны, не с точки зрения, скажем так, описания тех событий, кто куда ходил походами, кто кого присоединял, кто кого завоевывал, и так далее. Ну, то есть вы помните, да, всю эту летопись. Иван Третий пошел на Новгород, потом он завоевал Тверь, потом, значит, Василий присоединяет Псков, потом Рязань и так далее. Вот, это, конечно, все это важно, все это интересно, все это, конечно, безусловно, имело место быть. Но, когда мы с вами говорим о государстве, то все-таки, на мой взгляд, я так немножко, скажем так, теперь изучаю данный опрос не только как чистый историк, но еще как немножко юрист, некоторым образом, да, то, пожалуй, здесь вот, на мой взгляд, как, скажем так, профессионала и человека, работающего на стыке разных наук, разных дисциплин научных, пожалуй, наверное, наибольший интерес для нас будет представлять, может быть, даже не столько летописей этих всех этих походов, завоеваний и присоединений, а вот, скажем так, как это принято говорить, там, будешь на всяких разных модных каналах, типа, там, National Geographic, там, планеты животных и так далее, как это все было сделано и как это все работает. И вот, пожалуй, вот именно на этом моменте, как это все работает, я попытаюсь и остановиться. Хотя, конечно, в отведенное мне время 45 минут вместить без малого, получается, с конца века 15-го по начало века 18-го, масса событий, масса фамилий, имен, фактов, так далее и тому подобное, это очень и очень сложно. Но попробуем все-таки, рискнем. И начнем все-таки немножко издалека. Вот у нас с вами есть такое понятие, как централизованное государство, да? Обычно оно предпоставляется государствам эпохи Средневековья, и вот на этом фоне они действительно выглядят таковыми. Но что мы говорим с вами, когда видим перед собой вот это самое Средневековое государство? Первое понятие, которое всплывает в нашем сознании, это простовутая феодальная раздробленность. Это такая, скажем, ситуация, когда, скажем, королевская власть утрачивает всякий авторитет, всякое влияние, и наши, значит, получается, местные сеньоры, местные суверены, местные, скажем так, сюзерены, ведут себя, как Бог на душу положит. Вот, как говорится, я не граф, я не король, я сеньора де Куси и так далее и тому подобное. Нечто подобное, казалось бы, можно будет найти и у нас, но, подчеркну, это все по большому счету некая такая, скажем, видимость, некая виртуальная реальность, такой сферический конь в вакууме, я бы так выразился. Дело в том, что если мы с вами подойдем к этому вопросу немножко, скажем так, с точки зрения документов и с точки зрения, скажем, тогдашнего человека, как он на это все смотрит, то, я скажу так вот, заострю предельно и полемически заострю свой тезис, феодальной раздробности, как таковой, у нас с вами не было. Я поясню. Да, формально, конечно, формально, вроде бы она была, но, если мы с вами посмотрим на документы, то получается очень любопытная ситуация. Ни, предположим, императоры, ни короли, ни наши великие князья, они, по большому счету, власти своей формально, юридически не теряют. Она за ними остается. Другое дело, что в условиях, когда наша королевская, там, или векокнязская, или императорская власть вынуждена опираться не на те, скажем, государственные институты, которые у нас с вами сегодня существуют, армия, полиция, бюрократия, суды, там, законы и все прочее, то из всех этих главных становых хребтов государства, включая сюда идеологию и, скажем так, национальное самосознание, ничего этого, когда мы с вами говорим о Средневековье, либо нет вообще, либо в проекте не существует, либо все это только-только зарождается. Естественно, что в этих условиях верховная власть в лице императора, короля и великого князя вынуждена будет опираться на тех самых местных суверенов, которых она, по существу, делает своими агентами на местах, передает им часть своей власти с тем, чтобы опираться на них, этой самой страной управлять. А те, само собой, эту власть, это одеяло перетаскивают на себя, и вот так и возникает ситуация, когда верховная власть вынуждена будет с ними считаться и будет с ними договариваться. В конце концов, если, предположим, у нас, у нашего короля или у нашего императора, ну, грубо говоря, в наличии его собственном дворе, 300-500 человек, тех самых воинов, там, министериалов, там, сынов боярских и так далее, вот, и столько же имеет, предположим, соседний князь или, там, соседний барон, или герцог, или граф, то можно ли будет ему приказывать что-либо? Конечно же, нет. С ним можно будет только договариваться, а он будет исполнять наши решения настолько, насколько они соответствуют его интересам, его, скажем так, наклонностям и его внутреннему, скажем так, устройству. Понятно, что в этих условиях только тот король, император, там, или великий князь мог добиться своих целей и успешно править, успешно реализовывать свои, скажем так, программы, условно говоря, конечно. Вот, только в том случае, если он выступает в роли такого своеобразного дипломата, умелого интригана, помните о Макиавелле, да, и тигр, и леса одновременно, который умеет найти общий язык с этими своими, скажем так, вассалами, своими помощниками, своими соратниками, вот, в случае чего разыграть карту, противопоставить одних другим, дивиде и демпера, римский принцип повеления, который никто не отменял. И вот, лавируя между этими силами, между этими, скажем так, группами влияния, группами интересов, вот, скажем так, разыгрывая карту внутри этого политического народа, наш монарх и может добиться того, чего он желает. Ну, мы с вами прекрасно понимаем, что люди все разные, нет одинаковых людей, поэтому понятно, что, предположим, у одного великого князя это получается, у другого это получается не очень, а у третьего вообще не получается. Отсюда возникает та ситуация, которую мы с вами называем феодальной раздробленностью. То есть, если, допустим, Филиппу IV удается управлять своими герцогами, графами и баронами, они ему повинуются, то его детям это не получается. Если, предположим, Александр Невский может управлять князями, то его преемники этого делать уже в той же мере успешно и не могут. Отсюда возникает ситуация простовутой раздробленности, некой, скажем так, децентрализации и, подчеркну, не раздробленности, а децентрализации и, если так можно выразиться, дисперсии власти. Но, подчеркну еще раз, никто не лишает верховную власть или того, кто ее представляет, тех полномочий, которые у него заложены. Это верховное главнокомандование, это верховное законодательство, это, в конце концов, пожалуй, одна из самых важных функций, которую возлагают на верховного правителя и которую от него ожидают первую очередь. Это быть справедливым судьей. Правосудие – это, как говорится, основа основ, то, чего ожидают от него в первую очередь. Все это за ним остается. Вопрос только в том, как это все реализовать. И получается, что в этой ситуации, когда мы с вами говорим о преодолении этой самой раздробленности пресловутой, то добиться ее можно будет только одним путем, двумя путями. Но один путь мы сразу отбрасываем. Это тот самый путь, когда речь заходит о завоевании, полном истреблении и уничтожении правящей верхушки и замене ее на свою верхушку. Тогда, может быть, эту ситуацию удастся быстро исправить. Но мы-то с вами прекрасно понимаем, что вот эта эпоха, о которой мы с вами говорим, это вот конец Средневековья, раннее новое время. Это 15-16, начало 17-го, 17-й век. Вот. Эта эпоха, когда у нас таких вот грандиозных событий, грандиозных великих потрясений не происходит. Мы с вами говорим о том, что развитие государства, государственных институтов, государственных, скажем так, порядков, аппарата государственного права и всего остального происходит естественным эволюционным путем. Вряд ли можно говорить о том, что существует такая некая, условно говоря, программа реформ, рассчитанная на, скажем, десятилетия или даже столетия, которая будет целенаправленно проводиться Иваном Калитой, потом его сыном Семеном, потом, допустим, Дмитрием Ивановичем Донским, Василием Вторым, Иваном Третьим, Иваном Четвертым и так далее. Нет. Скорее всего, конечно, об этом мы с вами не будем говорить, хотя бы по той простой причине, что, как говорил один французский историк, когда молчат источники, немая история, а у нас таких с вами источников нет. Но сам естественный ход событий нам позволяет утверждать, что некая такая, скажем, тенденция, она была, и наши великие князья, я буду вести, я же теперь, нашей матушке России, они эту тенденцию пытаются в меру своих способностей реализовать. Но, при этом, опять же, замечу, что, хотя мы с вами и говорим о этой эволюции, эта эволюция, это вовсе не такой прямолинейный процесс, который развивается от, скажем так, низшей стадии к высшим, поступательно, равномерно и неуклонно. Нет. Тут можно будет выделить периоды подъема, потом упадка, подъем, упадка, согласно такая спираль, некоторым образом можно будет это так назвать. Вот. Теперь, значит, опять же, вернемся в Западную Европу. И вот, допустим, когда мы говорим об этой самой пресловутой централизованной государственности средневековой и раннего нового времени, то есть 15-16 века, то вот, допустим, если мы берем с вами работы современных историков западных, то где-то начиная с середины годов 70-х минувшего столетия в западной историографии вот есть такая интересная фраза «свет приходит с востока», да, «экс ориент и люкс», в нашем случае он приходит с запада, в нашу историю, в нашу историческую науку. Постепенно развивается такая новая интересная концепция, новая интересная теория, которая как раз и заостряет наше внимание не на истории вот этих вот великих деяний, великих королей и прочее, а вот на тех аспектах этой политической истории, которые позволяют нам сделать выводы, составить более-менее четкое представление о том, как развивается инфраструктура власти. То, что называют, скажем, в английской историографии «жилы» или, я как говорю, «мускулатура власти». Вот те самые институты, о которых мы говорим, да, армия, полиция, суд и все прочее. Вот, и получается, что, вот скажем, если мы проанализируем последние новейшие работы, которые вышли, ну, где-то, скажем так, в конце 90-х годов, начало 90-х годов, вот последняя работа где-то, скажем так, 10-15 лет назад, вот, то ситуация, в общем-то, выходит довольно интересная и оригинальная. И получается, вот, что, хотел бы я ваше внимание обратить, на что именно, так это на то, что у нас, как бы, существуют две реальности, да, получается. Одна реальная реальность, а другая реальность, которая должна быть. Если мы уйдем с вами речь о той реальности, которая должна быть, то, безусловно, конечно, централизованные государства у нас с вами сформировались в эту эпоху, но дело в том, что эти государства, они такие централизованные лишь на бумаге. Это своеобразная форма репрезентации. Как это, вот, принцип сформулирован был еще эпоху Средневековья, король является императором в своем королевстве, то есть, внутри своего королевства он абсолютный господин. Он в своих руках держит все нити власти и управляет этой самой страной. И таким образом он представляет себя перед, скажем, своими подданными, как всемогущий король, всеведущий, вездесущий и так далее. И перед внешним миром. Он суверенный господин, он управляет своей страной, на территории, которой ему подвластно, его воля это закон. Помните фразы Людовика XIV, о которой он приписывал, в секунду, что государство это я. Это вот та самая история, ну, как типа анекдот, да, получается, когда парижский парламент, который должен был вводить действия королевской законы, он их регистрирует, тем самым они вводятся в действие. Он отказался признать королевский акт. И вот, значит, Людовик XIV узнал о том, что королевский парламент его акт не принимает, не регистрирует. Он буквально, как вот с охоты, да, весь пропарший псиной и всем прочим, врывается в этот самый парламент, значит, с хлыстиком в руках. Вы что, господа, думали, что государство это вы? Нет, это я государство, да? Вот. Кстати говоря, когда король является в парламент, он должен являться туда во всем своем великолепии. Как полагается, в парадном костюме, в парике, там, в этих, в туфлях с завязками и все прочее. А он иился в охотничьем костюме, тем самым показав свое презрение. Но, подчеркну еще раз, это не более, чем видимость. На самом деле, эти государства далеко не столь централизованы, как это может показаться. Уже хотя бы по той простой причине, что вот та самая мускулатура власти, те самые жилы власти, те самые государственные институты, аппарат насилия, посредством которого это государство управляет своим народом, они в эту эпоху еще недостаточно развиты. Они только находятся в процессе становления. И на все это потребуется еще не одно десятилетие и даже не одно столетие. Причем, если, допустим, мы сами берем Западную Европу, то в этом отношении западноевропейские монархи были в более выгодном положении, нежели наши. Хотя бы по той простой причине, что западноевропейские государства, они были не в пример богаче и находились в более выгодных условиях, нежели наше российское государство. Ну вот, Клим Саныч уже об этом говорил, о том, что Россия, в общем-то, это бедная страна. И если мы с вами берем нашу Россию 15-го, 16-го, начало 17-го веков, то это очень бедная страна. Потому что, опять же, Сибирь пока еще не освоена. И богатство Сибири мы пока ими еще не прирастаем. Да хотя бы даже по той простой причине, что предположим, ну хорошо, ладно, откроем мы сами там где-нибудь на Урале или тем более за Уралом, где-нибудь за Байкале. Там месторождение, предположим, то же самое медис, серебра, свинцатом или железо или чего-нибудь еще такого полезного для нашего хозяйства. Но, как говорится, за морем телушка-полушка, дарут перевоз. Вот представим себе, как можно будет доставить серебро из-за Байкаля, из тамошних копий, в Центральную Россию, через всю Евразию, через несколько тысяч километров, вот только что буквально, да, два с половиной года экспозиция Беринга добиралась до Охотского моря. Сколько будет стоить такое серебро при доставке его оттуда в Центральную Россию? Выгоднее его купить на Западе. Дешевле обойдется, чем так вот носить его через весь мир на телегах из одного края света в другой край света. Поэтому возникает вот эта ситуация, когда наши государи и европейские, и наши российские государи, ну, скажем так, будут вынуждены по одежке притягивать ножки. Да, конечно, есть желание быть могущественным, влиятельным господином, но и еще раз, но те инструменты, посредством которого это могущество можно будет реализовывать, в нашем распоряжении пока что еще отсутствует. Их нужно будет наращивать. Отсюда возникает та ситуация, когда те же самые короли или те же самые наши великие князья, присоединяя те или иные территории, вынуждены каким-то образом договариваться с местными правящими элитами, с местными сообществами, гарантируя им определенный, скажем так, уровень свободы, там, вольности и сохранения прежних обычаев и порядков, с тем, чтобы они были лояльны по отношению к этой самой новой власти, не бунтовали, не начинали мятежи, поддерживали некий, скажем так, порядок и позволяли мне, как верховному северену, реализовывать свое государственное дело. И что это имеет в виду, прежде всего? Конечно же, это внешняя политика, это дипломатия, это война, ну и само собой это финансы, которые все это позволяют реализовать. Потому что, как известно, для того, чтобы вести войну, необходимо три вещи. Это деньги, деньги и еще раз деньги. А где их можно будет взять? Опять же, возникает вопрос, а где их можно будет взять, да? Ну, как вариант, можно будет, конечно, взять кого-нибудь ограбить. Ну, скажем, каким-нибудь там индейцам, там, продолжим, неграми торговать. Вот. Но, предположим, ладно, хорошо. У Испании есть такая возможность. Но даже самый великий монарх испанский, 16 века, Филипп II, который построил грандиозную империю, в которой никогда не заходило солнце, а оно так было на самом деле. Потому что, когда, допустим, в Америке солнце заходит, в Испании оно восходит. В Испании оно заходит, в Америке оно восходит. Вот. Даже наш Филипп II, видя очень активную внешнюю политику, в общем-то, не справляется с такой на русской и трижды объявляет дефолт по своим долгам. И в итоге, ну, скажем так, кое-кто из тех банкиров, которые вложились в Филиппа II, рассчитывая на американское золото и серебро, они были разорены. Вот. Ну, а наши короли, наши великие князья, наши цари, Иван IV и его преемники в этом отношении были в еще худшем положении. Потому что, я сейчас подчеркну, у нас с ними нет ни Америки, нет у нас с вами Индии. Земли у нас не шибко плодородные. Металлов цветных у нас с вами нет, в принципе. Мы их все завозим из-за рубежа. Отсюда и возникает серьезная проблема, когда, предположим, та же самая Ливония, Гонза или Империя налагает на Россию эмбарго, оружейное и поставка товаров двойного назначения тех же самых цветных металлов. Вот. Кстати, говорит, судя по всему, это одна из тех причин, по которой Иван Грозный, собственно, и вторгается в Ливонию с тем, чтобы это самое окно, ну, не то, чтобы прогубить, а оставить его открытым. Вот. Одним словом, эти государства, представляя себя перед внешним миром как могучие централизованные монархии, на самом деле, это монархии, которые английские истории Кёнигсберга, Кёнигсберге, а потом и его коллега Эллиот, предлагают называть, предложили называть, это случилось еще очень давно, в 78-м году, потом в 92-м году, вот, называть так называемое, ну, как перевести с английского языка, композитные монархии, композитные государства или композитарные, или, как мне кажется, лучше всего это смотрелось бы, как лоскутные государства, то есть собранные из тех самых лоскутов, то есть, еще раз подчеркну, когда происходит процесс собирания этих самых государств в одно целое, то наша верховная власть, наши короли, императоры и прочие, они договариваются с местными сообществами, гарантируют им, скажем так, некий уровень сохранения их прежних вольностей, сохраняют, как правило, в обычной их порядке, обычное право, обычное судопроизводство, местное самоуправление в большей или меньшей степени, делятся властью с местными элитами, и одновременно привлекая, подкупая их, ну, или покупая, откровенно, допустим, за счет предоставления различных, там, синекур, придурных должностей, армейских командных постов, постов в администрации в новой, вот, и тем самым они залают их лояльность, и получается, вот, возникает такое вот интересное образование, как лоскутная монархия. Вот, при этом, что любопытно, вот тот самый Элиот отмечает, что для этих монархий характерно такая сообразная двухступенчатая структура управления, то есть, сохраняя на этой территории прежней системы управления, прежние административные структуры, наша верховная власть надстраивает над ними некую, скажем так, свою структуру, которая выступает в роли, с одной стороны, контролера за этой ситуацией, чтобы она не выходила из, скажем так, некого порядка определенного, вот, далее, она устанавливает некие новые, скажем так, новые, но хорошо забытые старые правила игры, и смотрит, чтобы эти правила игры соблюдались всеми заинтересованными сторонами, выступает в роли такого сообразного арбитра, верховного арбитра, которому можно будет апеллировать, в случае, если там что-то произошло не так, то, допустим, если я недоволен действиями, предположим, наместника, то я могу апеллировать к их хронной власти и получить некое такое удовлетворение, вот, ну и заодно она выступает в роли такого проводника королевского государственного интереса на этих самых местах. И вот эта ситуация, она, в общем-то, формируется у нас повсеместно, это Европа, причем, подчеркну, это не касается какой-либо, допустим, там, скажем, священной римской империи, германской нации, которая существует несколько сот субъектов этой самой империи, это касается всех государств этой эпохи, это касается, допустим, той же самой Великобритании, которая у нас выступает как триединство, да, вот Шотландия, Уэльс и, собственно, Англия. Это касается, предположим, Испании, которая считается в этом отношении классическим лоскутным государством, вот, пожалуйста, Арагон, Кастилья, Леон, Португалия позднее, да, там, Навара и так далее, Каталония та же самая, да, кстати, Каталония, та самая каталонская сопротивление, да, и каталонский сепаратизм, он уходит коням еще в ту самую давнюю эпоху, в 15-14 века, вот, это та же самая и Франция, в конце концов, да, с одной стороны, конечно, у нас Людовик XIV, там, или Ришелье, они у нас великие монархи, великие министры, которые централизуют Францию, но с другой стороны, ведь если мы с вами, опять же, копнем немножко глубь, то получается, что та же самая Франция состоит не, скажем так, из французов, а из жителей Гаскони, Биарна, Прованса, Нормандии, Британии, Лангедока и так далее. В каждой из этих провинций существует свои, скажем так, местные обычаи, кутюмы, правовые обычаи, своя система управления, свои, скажем так, местные провинциальные штаты, там, или собрания на табли, и все это сохраняется старой королевской властью. И она все эти вопросы, говорится, поддерживает, она их регулирует, выступает в воле этого самого арбитра по принципу «если не можешь уничтожить, то возглавь». И вот, допустим, в конце концов мы сами видим, как в той же самой Франции на основании этих местных кутюмов издаются генеральные кутюмы всей Франции. Но по существу эти самые внутренние порядки остаются неизменными. И по большому счету, если мы с вами ведем речь о, опять же, я полемически заостряю свой тезис, то единая Франция, как государство, которое поставит собой и на Францию, а не на Бор провинции, рождается только в ходе Великой Французской революции. Когда наши, скажем так, республиканцы поделили Францию на департаменты, установили жесткое управление, единый закон, единую конституцию, ввели единое образование на едином французском языке, по единым стандартам образовательным. И в итоге рождается французская нация. А тут еще война и все прочее. Одним словом, только тогда можно вести речь о Франции, которая стала французской Францией для всех французов, а не только для элиты. Теперь вернемся к нашей России. Итак, что мы с вами имеем? Да, действительно, у нас происходит процесс собирания земель. Но, что любопытно получается, когда мы с вами говорим о процессе собирания земель, то мы, опять же, должны к этому вопросу подойти именно с точки зрения мировоззрения тех людей, которые жили в ту эпоху. А то и как получается, что вот, мол, Иван Третий борется против удельной системы, или, предположим, Иван Четвертый борется против удельной системы. Есть такая точка зрения, весьма распространенная в нашей историографии. Но, по большому счету, а с чего, кажется, мы решили, что Иван Третий или Иван Четвертый борются против удельной системы? А нет ли здесь некой модернизации истории? А не вкладываем ли мы, скажем так, в уста Ивана Третьего или Ивана Четвертого наши взгляды на те события, которые в ту эпоху происходили? По большому счету, вот, допустим, хорошо, ладно, пусть будет так, вот Иван Четвертый борется против уделов. Но Касимовский удел, который татарский царь владеет, он остался при Иване Четвертом? Остался, более того, он будет существовать еще очень-очень долго и погибнет только в 17 веке. Хорошо, допустим, Старецкий удел. Да, безусловно, конечно, Иван Грозный казнил Старецкого, приказал ему отравиться на яме на полдороге между Москвой и Новгородом. Но ведь удел Старецкий достался его сыну, что мешало и кто мешал Ивану Грозному этот удел ликвидировать раз и навсегда? Нет, Иван Грозный отдал удел отца его сыну, и сын нашего Владимира Старецкого будет в этом уделе продолжать княжить еще несколько лет после всех этих событий и умрет своей смертью через уже несколько лет после всех этих, опять же, происшествий. Так, берем, допустим, мы сами того же самого, предположим, Ивана Третьего. Да, Иван Третий как будто бы у нас выступает против уделов, вроде бы так, да? Но, опять подчеркну еще раз, Иван Третий борется не против самой системы, а борется против тех людей, которые, как и он считает, нарушают правила работы этой самой системы. Поэтому он, опять же, в своем завещании оставляет уделы для своих детей, разделяет государство на уделы. Другое дело, что в этой ситуации старший сын получает больше удел по размерам. И вот тут-то, пожалуй, кроется вот та, скажем так, характерная черта всего этого процесса, эволюционного процесса постепенного собирания, точнее, не собирания, а возвращения верховной власти великому князю той власти, которую он в свое время, ну, скажем так, не то чтобы утратил, а не имел возможности с нею правильно распорядиться, правильно ее воспользоваться. Поскольку те самые, скажем так, его младшие братья, она ему не повинуется и поступает так, как считает нужным, поскольку, ну, скажем так, у них есть свои собственные интересы. Так вот, в тех условиях, когда у нас великий князь обладает только лишь моральным авторитетом, в силу того, что он великий князь и он старший брат в семье, то, опять же, он может договориться со своей младшей братью, с другими отдельными князьями, только вот именно таким вот дипломатическим путем. Силовое давление, в общем-то, в этом случае будет исключено. Но из этого есть выход, ведь мы можем сами нарастить размеры нашего великокняжского домена, нашей вводчины до таких размеров, чтобы наше младшее братье, ну, скажем так, не могло нам возразить. И когда мы сами посмотрим на действия московских князей, вот в этом отношении, то это, пожалуй, самый яркий такой пример. Они постепенно, неумолимо, шаг за шагом понемногу, то здесь, то там, разными путями, кого-то покупая, кого-то продавая, где-то заключая соглашения, удачные брачные соглашения, забирая выморочные владения, но они постепенно наращивают пределы своего великокняжского домена. Тем самым они наращивают свой потенциал, тот самый пресловутый административный ресурс, который они потом положат на весы. Как тот самый меч, который Брент положил на весы, когда взвешивал выкуп, который римляне должны будут положить ему за то, чтобы он римляне до конца разорял, да, горе побежденным. И вот наступает такой счастливый момент, когда у нашего великого князя домен стал достаточно большим, а у его потенциальных противников, оппонентов, они стали слишком маленькими. И, пожалуй, я бы сказал так, что вот в этом отношении, когда мы с вами говорим о пресловутой централизации, то, как мне представляется, решающий момент во всем этом процессе, это вот та самая пресловутая война между Василием Темным, Василием Вторым Темным, и его двоюродными братьями, Шемякой и Василием Косым, и их отцом, Юрием Дмитриевичем, дядей нашего Василия, та самая пресловутая война из-за золотого пояса, в ходе которой получилось так, что князья четко поделились на тех, которые поддерживают Василия, и те, которые его не поддерживают. И когда Василия держал верх, то он, как потом выражался Иван Грозный, перебрал людишек, кто-то помер вовремя удачно, да, кто-то погиб, вот, кто-то бежал в ту же самую Литву, и в итоге у нас остались только те князья, которые были либо близкими родственниками Василия Второго, либо были ему верны. И тем самым получается, что, скажем так, русская земля, та часть русской земли, северо-восточной Руси, которая оказалась в руках Василия Второго, она оказалась либо в его руках, либо в руках его людей, скажем так, ему многим чем обязанным, а ему были многие чем обязаны, начиная от митрополита Ионы, довольно такого мерзкого человека, скажем откровенно и прямо, у которого было очень хорошо рельце в пуху, и возможно именно поэтому Василий Второй его и не стал, скажем так, препятствовать тому, чтобы он стал митрополитом, потому что, имея такого негодяя, можно им легко будет управлять. И кончая тем самым Новгородом, кстати говоря, опять же, если мы ведем с вами речь о Новгороде, то любопытно очень граттинно получается и Василий Второй, и Иван Третий, когда они ходят по ходам новгородцев, они постоянно апеллируют к старине, они никаких новшеств не изобретают, ничего нового они не делают, они возвращают себе те права, которые были ими утрачены по прежним переговорным грамотам. И Иван Третий так прямо и говорит новгородцам, что я жалую вас по старине, но при этом замечает, что я буду жаловать вас до тех пор, пока вы будете мне верно служить. А если вы нарушите договор, ну дальше подразумевается, да, то я само собой эту самую страну буду пересматривать. И вот, пожалуй, в этом отношении, вот эта вся политика, она очень четко просматривается именно на двух этих примерах, даже на трех примерах. Это новгородский пример, это тверской пример и это смоленский пример. Во всех трех случаях мы ведем с вами речь о том, что, в общем-то, противоборство между Москвой и Литвой уже идет полным ходом. И во всех трех случаях и Новгород, и Тверь, и Смоленск, в общем-то, посматривают на ту сторону, ищут поддержки, кстати, и Рязань тоже, ищут поддержки у Литвы, и тем самым нарушают те самые прежние договоренности, которые были заключены между Москвой в лице Ивана Третьего и Василия Третьего, и местными правящими элитами. А раз они нарушают данный договор, то получается, что и московские государы считают себя свободными от соблюдения тех самых прежних обещаний, которые они давали им. А раз так, то получается, что мы имеем право пересмотреть эти договоренности, насадить в свои порядки и, скажем так, снять эту самую верхушку, перешерстить, перебрать людишек и сделать там нашу собственную верхушку посадить. И в итоге мы сами видим, что в той же самой Добастин-Твери перебор людишек был? Был. Расселяется? Расселяется. Новгород, пожалуй, еще более яркий пример. Тут происходит и массовое переселение, и массовые конфискации, и перевод сюда московских служивых людей, ну и то же самое мы наблюдаем, допустим, на примере и той же самой Рязани. И я уже не говорю о Смоленске, которому и Василий Третий дает жалованную грамоту, когда он ее уберет в июле 1514 года. А потом проходит буквально месяц, всего лишь месяц, и узнав о том, что королевские войска Сегизмунда I разбили русские войска на Оршинском поле, на Подоршей, вот, и наступают на Смоленск. В Смоленске зарождается некий такой заговор, комплот, да, но, к счастью, он был раскрыт вовремя, и московские воеводы, щеня, он, попросту говоря, вешает изменников, тех новгородских бояр и тех, кто их поддерживал, говорится, с чем их пожаловали, с тем он их и повесил. Кого с шубы повесил царская, да, кого, значит, с чаши повесил на стене. Вот, когда литовское войско подходит, он увидит такой ряд, скажем так, висящих изменников, и, в общем-то, постояли, постояли, пошли обратно. Кстати говоря, похожий пример происходит в Дербте в 1559 году. Та же самая ситуация, когда Иван Грозный берет, его войска берут Дербт, Иван Грозный дарует Дербтцам внутреннюю автономию, сохранение их прежних порядков, но спустя год, когда магистр Готхард Кетлер поступает к Юрьеву, к Дербту со своими войсками, там созревает некий заговор, в ходе которого должны были захватить власть Дербте обратно лимонцы, вот, но заговор был раскрыт, массовые казни, переселение и урезание этих самых свобод. А чего вы хотите? Мы с вами говорим о законе и о праве. Если вы нарушаете закон, то какие у вас будут после этого шансы на сохранение ваших прежних свобод и всего остального? Да, кстати говоря, о тех самых свободах и вольностях. Вот я не знаю, обращал ли кто-либо внимание на этот маленький факт, любопытный, но, вот, допустим, Иван Грозный берет Полоцк, берет он его быстро, полтора недели, и дело было с концом, город был взят, переходит под Брусское управление, там начинается расписывает в всяких разных немецких летучих лесках всякие ужасы, там и казни, и пытки, и ссылки, и там кого-то утопили, кого-то высвали, одним словом кошмар. Иван Грозный, он, естественно, тиран, да, если который день воды, то есть крови не запьет, то, как бы, ему и день-то не удался. А вот там, потом, когда Иван Грозный покидает наш Полоцк, он дает очень интересный наказ воеводам, который предусматривает, что, во-первых, воеводы должны будут выступать в роли тех самых арбитров, о которых я вам говорил, так? Дальше, судопроизводство будет вершиться на основании местного права с активным участием местных людей, бургомистов, выбранных людей, там, местного земского, выбранного дьяка и так далее. И все, скажем так, суды, в том числе и торговый суд, будет вершиться по, скажем так, старому обычаю, а если что-то будет непонятно, то опрашивать местных людей. Так вот, что самое любопытное. Дело в том, что в свое время литовские власти пожаловали Полоцку магдебургское право пресловутое. И получается, что Иван Грозный этим самым воеводским наказом, это самое магдебургское право в Полоцке и сохраняет. Вопрос, если он там всех казнил, всех выслал, туда москвичей прислал, о каком магдебургском праве может идти речь в данном случае? То есть, возникает очень любопытная ситуация, которая разрешается только таким вот образом, что никого-то по большому счету он не казнил, никого не выслал, оставил основу там, но сохранил для них те самые местные порядки, которые должны были способствовать быстрейшему вхождению Полоцка в состав российского государства. Вот та же самая ситуация происходит, судя по всему, и во многих других городах и местах. Причем, вот опять же, момент очень любопытный. Вот мы с вами, допустим, видим речь о том, что единый закон, да, единое право и подобные вот такие моменты. Говорится, один закон, одна вера и один король. Но опять же, вот, допустим, берем мы с вами тот же самый судебник Ивана Третьего, знаменитый судебник Ивана Третьего, который якобы не вводит единый закон на территории всего русского государства. Но тут возникает опять же такой момент любопытный. Сам этот самый судебник дошел всего лишь в одном экземпляре. Одна лишь рукопись, причем очень поздняя рукопись. Вопрос. Насколько он был активно в ходу? Насколько активно его использовали наши судьи, государственные судьи, великокняжские судьи в своей посрединной деятельности? Более того, я скажу даже так. Есть целый ряд любопытных очень таких судебных казусов, которые противоречат установлению этого самого судебника 1497 года. Хотя там прописана четко норма, что по нему нужно будет дальше судить. Однако судят не по нему. Вот. Еще другой очень опытный момент получается. Большая часть статьи этого кодекса, она посвящена решению вопросов сугубо процессуального характера. Как должен быть организован суд? И по большому счету получается, что и этот судебник, первый опыт, и судебник Ивана IV, который тоже, опять же, носит такой ярко выраженный процессуальный характер, они вот как раз выступают в роли тех документов, которые, вот помните, я говорю, да, два яруса. Основа, остающаяся прежней, и на ней настраивается некая новая, скажем так, основа. То самое арбитражное начало, те самые новые правила. Так вот выходит такая ситуация, что в этой самой сфере, сфере судопроизводства, и Иван III, и Василий III, и Иван IV действует по одной и той же модели. Они сохраняют местные обычаи, местные правовые обычаи, которые закрепляются в различных жалованных и иных губных, земских и прочих грамотах, причем в этих грамотах любопытный момент, что, значит, допустим, наместник, там, кормленщик или кто получил эту грамоту, он будет управлять вами по старине, по пошине, по обычаю. Так? А вот этот царский закон, царский судебник, он выступает в роли вот этой самой надстройки, то есть он приводит это все судопроизводство к некой определенной общей для всей страны схеме. И вот развивая этот тезис дальше, то можно будет, в общем, такую интересную посмотреть тенденцию. Вот, допустим, Иван III собирает русскую землю. Василий III завершает собирание этой русской самой земли. А вот Иван IV и его, скажем так, правительство, в кавычках, потому что говорить о правительстве в эту эпоху, мы все-таки не будем торопиться и опережать события, не будем осоременивать события. Вот. Они производят процесс, в ходе которого, я бы так выразился поудачнее, они легализуют, конституируют, придают законный характер вот той системе, которая явочным порядком сложилась при Иване III и при Василии III. О чем я веду речь, опять же. Смотрите, что получается. Значит, с одной стороны, мы наблюдаем с вами, что через пожалование всех этих всевозможных грамот, через пресловутую губную реформу, земскую реформу, отмену кормленных окупов и так далее, Иван Грозный и его правительство, опять же, в кавычках, создает некую такую вот, точнее, не то, чтобы создает, а приводит некие законные рамки, придает ей законный статус в систему местного земского самоправления, земского дела. А над нею надстраивается через ту самую реформу, допустим, создание приказов, Боярская дума приводится в некие рамки законные. Вот. Формируется вот это самое дело Государева. И в итоге мы с вами наблюдаем весьма любопытную картину. Когда мы видим речь о государстве Ивана Грозного, это государство, по большому счету, получается, основывается как бы на сообразном таком, я бы назвал его партнерстве. Ну как партнерстве? Есть старший партнер, ведущий, а есть младший партнер, который ведомый. Но они вместе взаимодействуют, решают одно общее дело. В роли старшего партнера выступает верховная власть в лице монарха, лице царя Ивана Грозного, сурового, грозного, царя, судьи и так далее, и тому подобное. Вот. И получается младшего партнера того самого земского самоправления, которое получает, скажем так, законные основания через царские грамоты, которое активно привлекается к государственному управлению, которое получает опыт этого самого государственного управления. Причем, что любопытно, Некоторые исследователи у нас в последних работах отмечают, что происходит своеобразный процесс, я бы сказал, приведения к некому единому стандарту административных практик. О судах мы с вами уже говорили, о том, что эти самые судебники формируют некое такое общее судебное пространство, процессуальное пространство. А вот, допустим, когда мы с вами говорим о тех самых пресловутых приказах, то получается, что приказы взаимодействия с этими самыми земскими дьяками и подьячками, земскими избами, обращу внимание, что наши земские органы, самоправление, они выбранные. Выбранные все, начиная от голов, от целовальников и окончательно с этими самыми дьячками и подьячами. Вот. И вот эта система, она функционирует в одном и том же режиме. То есть административные бюрократические практики, они максимально сближаются, что в Москве в приказах, что на местах, в этих самых земских избах. И вот так вот эта ситуация, вот это вот такое сообразное двуединство, оно сыграло очень большую роль, когда мы с вами будем вести речь о той же самой смутной времени, о смутной эпохе. Смотрите, что получается. Когда мы с вами берем смуту, то ведь по факту выходит, что все эти вот политические пертурбации, которые начинаются с 1604 года, когда на границе с Литвой объявился самозванец, и все это будет история тянуться очень-очень долго, то верховная власть мало-помалу утрачивает реальные конкурсы ситуации в стране. Кто-то признает нас же Дмитрия Первого, кто-то Второго, кто-то Шуйского признает, кто-то вообще никого не признает. А есть те, которые вообще никого не признают, ходят по стране, воруют, убивают, грабят, насилуют и так далее. И вот в этой ситуации всеобщего хаоса и анархии, вот эти самые органы земского самоуправления, которые при Иване Грозном набрали силу, набрали авторитет, набрали опыт этого самоуправления страною, и получили, скажем так, право говорить о себе в полный голос как о власти, они и берут на себя эту самую функцию спасения страны. Когда верховная власть полностью утратила всякий авторитет, она попросту развалилась, и вот корона валяется на земле, подбирать те, кто хочет. И вот масса жевающих нашла, начиная от этого самого Лжедмитрия Второго, от Лжедмитрия Третьего, там, царевича Илейки, там, Филиппа Карла Шведского, Владислава Сигизмунда Польских и так далее, в общем, только что цыгане не принадлежали на корону Российской империи. Именно земские органы самоуправления, земские избы, земские выбранные люди, лучшие люди на местах, они берут на себя эту самую функцию спасения государства. Тем более, что эти самые горизонтальные связи между этими земскими органами самоуправления уже были хорошо отлажены. И вот они списываются, они обмениваются посланиями, договариваются о совместных действиях, собирают пресловутое ополчение, первое, потом второе, договариваются о создании некого органа управления этим самоуполчением, которое помогло организовать его снабжение провиантом, фуражом, оружием, деньгами, в конце концов, без которых тоже нельзя воевать, да, деньги, деньги, еще раз деньги. И в итоге вся эта земская власть, она и приводит к тому, что мы видим сами освобождение Москвы, изгнание поляков и, в конечном итоге, выборы новой династии, которые тоже были организованы этой самой земской властью. Итак, я подведу общий итог. Когда мы с вами говорим о нашей централизованной монархии, эпохе раннего нового времени, то мы должны с вами помнить, что ее централизация – это, скажем так, способ ее саморепрезентации, самопредставления перед внешним миром. На самом деле, картина будет более сложной и более любопытной, более интересной. Эта централизованность – это не более чем, скажем так, фикция. Она на разных уровнях, она развивается по-разному, это очень долгий процесс. И если мы ведем с вами речь о России, то, прежде всего, это военная централизация, когда все силы собираются под властью единого монарха. Затем эта централизация у нас будет получаться политическая, скажем так, правовая, юридическая, социокультурная. А вот вести речь об образовании некой вот нации, как единой, это уже дело совсем далекого прошлого. Ой, будущего, прошу прощения. Вот. И если мы с вами это все примем во внимание, то, скажем так, наша история, она будет выглядеть более, ну, я бы сказал, не то чтобы рационально, а более объективно, и как мне представляется, это будет больше соответствовать той реальной действительности, которая была на самом деле. И не стоит принимать громкие фразы, которые приписывают, предположим, нашим монархам, или, скажем, то, что пишут разные там иностранцы, той реальности, которая была на самом деле. Фразы – это фразы, а реальность – это реальность. Все, на этом я, пожалуй, закончу. Спасибо за внимание. Большое спасибо, Виталий Викторович. Господа, просим построиться у вас в очередь. Да, мои господа, конечно же. И задавать вопросы, я думаю, вопросов будет порядком. Хотелось бы услышать, как можно больше, поэтому приступаем. Добрый день, меня зовут Александр. Хотел спросить следующую вещь. Вот в процессе становления централизованного государства в Западной Европе и на наших землях, какова была роль церкви как института власти, и насколько этот институт власти был самостоятельным? Спасибо. Ну, скажем так, что во всех этих процессах, конечно, церковь играет очень важную роль. По той простой причине, что именно церковь формулирует, скажем так, те идеологические установки, я бы сказал так, дискурс, да, вот модное такое слово существует, который по большому счету и оправдывает существование этой самой власти. Без нее, без этой самой церкви, без этого самого дискурса, который формирует церковь, власть не будет иметь должной легитимации. Это с одной стороны. С другой стороны, конечно, церковь препятствует слишком так чрезмерной централизации этой власти. Почему? Потому что это, в общем-то, противоречит ее интересам. Она пытается сохранить некую самостоятельность, некую независимость от этой самой власти с тем, чтобы пользоваться этой независимостью в своих интересах. Поэтому здесь вот роль будет именно двоякая. С одной стороны, она стимулирует процесс, она оправдывает его, она поддерживает его, и она его узаконивает. А с другой стороны, она препятствует слишком сильной централизации и слишком сильной концентрации власти в руках монарха. И вот так вот сказал. Здравствуйте, меня зовут Борис. Получается, после смерти сына Ивана Грозного до смуты власть была в руках у бояр? Ну, как сказать, поудачнее, поудобнее. Скажем так, есть такая точка зрения, что после смерти Ивана Грозного бояре решили взять некий реванш. И если, допустим, при Иване Грозном, скажем так, одну из ведущих ролей играют его выдвиженцы, в том числе и те, кого, если брать, допустим, испанский пример, называют Литрадос, это чиновники, да, дьяки те самые, то при преемниках Ивана, при Годунове, при Федоре, да, боярство берет реванш. Но, само собой, конечно, она полностью власть не берет в свои руки, это невозможно по определению. Но то, что она пытается вернуть себе большую часть утраченной прежде власти, да, я бы сказал да. Спасибо. Здравствуйте, меня зовут Дмитрий. Вот вы говорили, что, допустим, во Франции люди только после времен французской революции начали говорить «я француз», вместо того, чтобы «я гасконец», «я бургундец» и так далее. А на Руси, в России, когда произошел период, ну, когда произошло изменение, что люди перестали говорить «я из Рязани», «я москвич», как вот, государственное образование, и стали говорить «я русский», «я из России». Знаете, я, может быть, шокирую вас таким ответом на этот вопрос, но я скажу так, что это вообще не случилось. Я поясню свою точку зрения. Дело в том, что когда вот начинается пресловутая эпоха, как сейчас могут говорить, нацбюдинга, да, создания наций, это 19-й век, начало 20-го века, то в России для этого условий не сложилось. Русский народ выступал вроде согласно такого имперского ядра, вот, а с распадом империи возникает новый проект, советский проект, который пытается построить некую советскую нацию, советский народ, который, русский народ, выступает, опять же, вроде такого ядра, но, опять же, как несамостоятельная сила. И вот так и получается, что, по большому счету, наш русский народ, эту фазу, нацбюдинга пресловутого, он и не прошел до конца. И вот мы поэтому находимся в таком странном положении, вроде как и есть, а вроде как и нет. Поэтому, кстати говоря, момент очень интересный, вот если вы обратили внимание, то, скажем, китайцы за рубежом, они не ассимилируются, в принципе не ассимилируются, да. Те же самые, допустим, мексиканцы, они тоже очень плохо ассимилируются. А вот русские за рубежом, они довольно легко, быстро ассимилируются, вживаются в местную культуру, принимают и перестают быть русскими. Кстати, русские – это прилагательно. Ну, это так. Опять же, это моя личная точка зрения. Здравствуйте, Игорь. У меня такой вопрос. Вот вы сказали, значит, что ключевую роль в изгнании интервентов сыграли земства. Вы так прям, как живой классик, да, вы сказали. Я еще пока не статуя. Смотрите, значит, то есть получается, что в данной ситуации им была нужна центральная власть. То есть в этом случае это для них было выгоднее, чем собственная автономия. А, значит, можете прокомментировать? Какие причины этого? Я думаю так, что здесь вот играет роль вот та самая идея, что нам без царя нельзя. Вот, допустим, есть такой интересный эпизод в мюарах одного польского шляхтича, который описывает, ну, скажем так, разговор с неким московитом. Как раз это эпоха самой смуты. А смысл у вас не в том, что наш шляхтич расписывает нашему московиту преимущество поиска и шляхетской демократии. У нас тут все свободные, тут каждый имеет право в голосе и все такое прочее. А смысл ответа русского цинобоярского шляхтича в том, что, ну, я так, опять же, очень грубо утрирую, что лучше мы будем иметь одного тирана, чем несколько тысяч тиранов. И вот в этом смысле получается, что действия земства, они вполне понятны, потому что они считают, исходят из того, что царь выступает в роли верховного арбитра, верховного судьи, которого можно будет апеллировать в случае, если, допустим, возникают некие проблемы. Если его нет, то в итоге все решает кулачное право. А вот, кстати, вот мы в этом моменте, интересная очень леопытная деталь получается, то вот я опять же заостряю тезис до предела. Московия – это правовое государство. Хотя, может быть, это право и не писанное, но оттого оно не становится меньшим правом. И нарушение этого права вызывает такую вот, скажем так, неадекватную реакцию. Там мятежи, восстания, войны и все прочее. Поэтому вот именно я так думаю, что вот с этой точки зрения, если так к этому подойти, тогда ответ на ваш вопрос будет очевиден. Нам нужен некий посредник, некий арбитр, некий судья, который будет рассуживать наши проблемы. У себя мы разберемся сами, а то, что мы не сделаем, это государь. Мы к нему будем обращаться, бить к нему челом. Вот так. Здравствуйте, Ярослав. Можно ли, исходя из понятия государства в 16 веке, сказать, что все то, чем владел Карл V, было государством? Ну, имеется в виду Австрия и Испания. Не, я понял, я понял ваш вопрос. Ну, опять же, тут ситуация как? Вот опять я рассматриваю термин государства, вот, скажем так, суть государства, вот, определение его, как некий развивающийся феномен. То есть, скажем, то, что было в 16 веке, это не то, что было в 17, тем более не то, что было в 18 или 19. Поэтому, если мы с вами подойдем, скажем так, с точки зрения нашей, да, вот, приложим наши реалии к той эпохе, конечно, это не государство. Но если будем сходить с тех реалий, которыми имел дело Карл V и его преемники, то, в общем-то, с той точки зрения, это государство. Вот такая вот инь-янь получается. Добрый день, я Артем. Вопрос следующий. Есть сейчас такое расхожее мнение, что после смерти Ивана Грозного, когда пришел Годунов, что если не голод во время его правления и его, такая, внезапная смерть, то Россия будет просто благодать и процветать. Ну, вполне возможно. В принципе, после тех тяжелых испытаний, которые Россия при Иване Грозном перенесла, это три войны сразу, плюс еще внутренние неурядицы, вот, то за те, скажем так, 20 лет после смерти Ивана Грозного накопили некий такой, скажем, жирок, вот, грубо говоря. И если бы не этот голод, если бы династия Борисова устоялась бы, судя по отзывам, которые остались, раменника о его сыне Федоре, то сын у него был человеком весьма образованным, неплохой такой, тормотливый юноша. И учитывая, скажем так, если бы отец передал бы ему государство в нормальном, стабильном состоянии, то вполне возможно, что, да, многие вопросы, которые потом решал, предположим, тот же самый Петр, то они, возможно, были бы решены раньше. Но не получилось, не срослось. Друзья, следующий вопрос последний. Пожалуйста, запомните свои вопросы и вернемся к ним позже. Все помнят про сессию вопроса? Всеволод, меня зовут. Вопрос у меня такой. То есть мы сейчас говорим о становлении русской государственности, ну, то есть это последние фактически 400 лет, ну, такого правления уже конкретных монархов. Если говорить о... Ну, то есть Русь-то крестили, вот, ну, в 998 году, по-моему, да? Ну, около того, да, там. В 88-м. Вот. И тогда это была уже Русь. То есть у меня вопрос, как, ну, крестили Русь все-таки? И как просуществовала, получается, Русь 500 лет до становления государственности? И были ли какие-то... То есть я так понимаю, что единого началия не было? Вот. Ваше мнение на этот счет? Ну, немножко, скажем так, не совсем по моей теме, конечно, доклад. Но, скажем так. Так, во-первых, мы узнаем о крещении Руси, то, что она называлась Русью в то время, из источника, который написан спустя, так, повественных лет, начала века 12-го, ну, скажем так, почти что полутора-ста лет прошло. То есть некий элемент модернизации, конечно, мы уже имеем. Это раз. Во-вторых, скажем так, как бы то ни было, но чувство вот этой, скажем, династической, а значит и политической преемственности между киевскими князьями, Рюриковичами и московскими князьями Рюриковичами, через Владимирские князья и Рюриковичи, оно никогда не исчезало никуда. И вот в этом отношении, если я так вот рассматриваю, то по большому счету, скажем так, некое такое переезд, скажем так, политического центра из Киева Владимир, потом Москву, в общем-то, он выглядит вполне логичным. И я так думаю, что в этом случае претензии Москвы на пресловутые наследия Ярослава Мудрого, на те самые русские земли, которые вошли в состав великого князства Литовского, они вполне логичны, вполне закономерны. И, в общем-то, по большому счету, получается, что те же самые литовцы этого не отрицали. Они изразили о том, что они владеют этими землями по праву меча. Ну, а раз так, то получается, что, в общем-то, как бы, традиция государственности, опять же, имея в виду, что государство развивается как феномен, оно, будучи заложено тогда, оно постепенно развивается, доходит до шестнадцатого века, до семнадцатого и далее будет продолжаться. То есть, традиция, она, как раз, была заложена, она не прерывается, по факту. То есть, не меняется полностью, когда был продолжен Древней Грецией, когда после падения Микенских государств, эпохи Бронзового века, возникает новая Греция в десятом веке до нашей эры. Это уже будет другая Греция. Такого не было у нас. Традиция сохраняется. Большое спасибо, Виталий Викторович. Спасибо, уважаемые коллеги, за вопросы. Итак, кто получает подарок из нашей лавки чудес? Я думаю, вопрос от церкви мне показался наиболее интересным. Браво! Аплодисменты!